5 самых стойких ароматов из моей коллекции Всем привет! Меня зовут Макс Начну с самого стойкого, который у меня был, есть и будет скорее всего Это Rien Intense Essence Вот это от Libre d'Orange Могу в очередной раз рассказать историю, как я выбросил стул Когда этот аромат попал на вот этот обычный деревянный стул из Икеи И в моей квартире съемной, я тогда жил в однушке Ну просто уже невозможно было находиться, потому что этот стул пах как диффузор И многие это могут подтвердить, этот аромат убойный Но он не бестолково стойкий Это красивый аромат Спустя столько лет знакомства с этим ароматом, я могу смело сказать Это аромат, в котором вам сначала может показаться, что он пахнет ладаном Лично для меня, спустя много-много лет использования этого аромата Я вам скажу так, что ладан это маленькое, но очень важное связующее звено в этом аромате Который держит кожаный аккорд и древесный Поэтому лично для меня это кожано-древесно-ладанный аромат И читая отзывы про древние соборы, готику и так далее, можно в это поверить Но когда начинаешь носить этот аромат, лично я испытываю то, что я сказал ранее Именно кожано-древесную, дымную, теплую, вкусную композицию И также хочу напомнить, что все ароматы, про которые я сегодня рассказываю По ссылке в описании вы можете купить в пробниках Как отдельно, так и сразу набором Так что не забываем про это Это шедевральный аромат И еще одним плюсом у него является, что он универсален по сезону Несмотря на всю свою интенсивность, как и заявлено в названии Его легко-легко можно использовать летом, зимой, весной, осенью И когда вам угодно, утром, вечером, хоть в офис Но он действительно интенсивным Так что нужно не перебарщивать И не советую использовать его на одежду Вы вряд ли ее отмоете, отстираете Может быть у вас получится Но, знаете, можно еще взять хороший качественный блотер Брызнуть и дома у вас будет пахнуть этот блотер как диффузор Это я вам обещаю Вторым ароматом у меня идет запах богатства Реально, запах богача Этот аромат подойдет и мужчинам, и женщинам В принципе, как и все сегодняшние ароматы Они просто потому что шедевральные Фиделис от бренда Истуарде Парфам Я просто обожаю этот бренд У меня есть практически все ароматы А их немало Главные ноты в этом аромате Это кофе, малины, шафран и ут Я понимаю, ноты довольно привлекательные Но не хочу вас вводить в заблуждение И если вы будете смотреть на пирамиду Не соблазняйтесь конкретно этими нотами Они отчетливо показывают направление аромата Но они не пахнут отдельными нотами То есть вычленить малину и кофе Вот довольно сложно Но комбинация этих нот отчетливо прослеживается и ощущается То есть кофейно-малиново-древесно-насыщенный Стойкий, очень стойкий аромат И он звучит дорого Я попробовал, конечно, много ароматов И он звучит уже как будто бы я что-то такое слышал Но ни на что не похожий И скажу честно, не хочется его пробовать летом Это исключительно вот на холодное время года Тем более вот эти наши зимы Когда есть снег или какая-то слякоть Fidelis это однозначный must-have Для тех, кто хочет себе стойкий, дорогой парфюм Нишевый, понятный и согревающий Настоящий монстр комплиментов Третий аромат Mancera Hindu Kush Он есть в каждом магазине Так что можете пробовать Брызгать себя куда-нибудь на пуховик И наслаждаться весь холодный период Это я вам гарантирую Этот аромат пахнет свежо Но вся свежесть сделана не свежими нотами Объяснил максимально просто, насколько смог Здесь есть конопля, которая дает зелень, травянистость Здесь есть ладан, который дает холод Здесь есть пачули, который дает влажность и свежесть И в общем все несвежие ноты дают свежесть И от них еще забирается не только запах Но и какая-то другая характеристика Вот, например, пачули дает влажность Ладан дает холод И это и делает аромат особенным Я не носил этот аромат, говорю честно Но я полностью согласен со всеми, кто пишет о том, что это монстр комплиментов С ним очень легко завоевывать внимание, получать комплименты Вам будут задавать вопросы, чем это от вас пахнет Потому что его громкость, его эффект, который он производит Он невероятен Искренне рекомендую пойти в магазины Ознакомиться с этим ароматом Потому что очень высокая вероятность того, что это станет вашим ароматным я И произведет на вас вау-эффект И влюбит в парфюмерию Следующий аромат Я про него даже снимал видео Как люди реагируют на этот парфюм на улице И причем они слышали шлейф с меня Но все смотрелось как высосанное из пальца Но в жизни это смотрелось совершенно иначе И было заметно, как люди прям обращают внимание На этот парфюм с меня, именно с шлейфа Карлайл от Парфюм де Марли Видео записывал года два назад Я попытаюсь найти эти кадры Но аромат по-прежнему великолепен Он похож, конечно, на Монсера Red Tobacco Но вы также можете его попробовать Если пойдете вот за этим ароматом Такой красный флакончик и вот этот Попробуйте А Карлайл от Парфюм де Марли Ну, если мы говорим про стойкость, шлейф, громкость Я просто не могу не упомянуть этот аромат Он пахнет таким вишневым табаком Но табак не совсем, когда вы открываете пачку сигарет Он не сухой И не хочу говорить кальянный Хотя Парфюм де Марли любит использовать Такой более кальянный табак И я ощущаю на себе этот аромат Как вишня превращается в вишневую косточку А потом в яблочную косточку Именно такой эффект я ощущаю То есть появляется некая горечь Может быть это какие-то вот спецовые ноты Которые там присутствуют Но все же это вот такая вишневая косточка Яблочная косточка И влажный красный вишневый табак Этот аромат стоит попробовать И еще хочу предостеречь Если вы не любите слегка химические ароматы Он может вам не понравиться Но попробовать стоит И знаете, какого-нибудь пробника вам хватит Вы как надолго И рекомендую его применять на кожу Как и этот либре до оранж Потому что его очень сложно вспывать с одежды Особенно если мы говорим про какие-то куртки Которые редко стираем И на холодное время года Карлайл Последний аромат Который скорее всего понравится Большинству мужчин Хотя на девушках он будет просто превосходен И причина, по которой он понравится большинству Он похож на черного афганца Это Лоран Мацони Блэк Ут Они правда похожи как близнецы Но близнецы, они хоть и похожи Но как люди они разные Если черный афганец Это такой бунтарь-рок-н-ролльщик То это такой гангстер Знаете, который одет с иголочки В хороший костюм И если вы не знаете направление таких ароматов Это дымный маслянистый гашиш с удом и кофе То есть такой очень объемный аромат И еще когда я ношу этот аромат В отличие от афганца Я чувствую именно Так скажем Широту Объема Который входит в мои носовые полости А у афганца Я чувствую как будто бы глубину В композиции Не знаю Но я ощущаю именно вот таким образом И как я сказал Этот более причесанный Более элегантный аромат Но также вы можете посмотреть Блэк Афгана Тут на флаконе написано Экстракт парфюма И здесь ни слова лжи С характеристиками У этого парфюма Не будет никаких проблем А с запахом тем более Мне будет очень приятно Если вы нажмете на кнопку лайк Так мои видео продвигаются Люди находят мои видео И знакомятся с лучшей парфюмерией в мире Подписывайтесь на канал Чтобы не пропустить следующее видео Спасибо за просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok